И снова здравствуйте! Мы с вами продолжаем моделировать вот такой вот кривошипно-шатунный механизм в онлайн Саприон Шейп. На предыдущем видео вы смотрели, как мы сделали эту модель. Я напомню, что эта модель не предназначена для физического изготовления. Реальности нашего сурового мира в ней никак не учитываются. Это модель чисто для экранной анимации. В том случае, если бы мы захотели сделать эту модель по-настоящему, нам пришлось бы учитывать очень много всякого. Разработать какой-нибудь подшипниковый узел здесь, здесь сделать крепление, здесь сделать крепление, ну много всего еще. Поэтому мы сделали вот самым простейшим образом, как только можно было. И при этом мы делали каждую будущую движущуюся часть отдельным телом. Но в терминах он шейп, отдельное тело или отдельная деталь, как бы безразлично. Вот у меня куча вот этих всех деталей. Это поверхность, которая появилась, ну по ходу дела, когда мы строили цилиндр. Ну и сейчас все эти детали нужно поименовать. Тут есть команда rename и мы говорим, что это, например, подставка. Подставка. Это у нас будет маховик. Именовать как угодно можно, но так, чтобы было понятно, что же это такое. Ага, вот две оказались выделенными. Переименовать. Это у нас получается поршень. Ну, шток с поршнем, но мы говорим поршень. Вот, это у нас получается... Вот, два выбранных уже не переименовываются, естественно. Это у нас... Должен быть цилиндр. А, виноват. Это не поршень, конечно. Это у нас шатун. Поршень дальше будет. Шатун. Да, блин же какой. Вот. Вот это у нас как раз поршень. Вот. Это у нас цилиндр. Ну, собственно, и все. А дальше идет подставка. Мы ее уже обозвали. Вот. И поименовав все эти детали, теперь уже, мы переходим в сборку. И в эту сборку мы сразу говорим вставить. И вот он нам показывает, а что тут можно вставить. Мы можем вставить по отдельности каждой из этих деталей. Ну, тел. Вот. Либо мы можем вставить всю штуку сразу. Ну, вот вставили. Ой. Не додавил немножко. Вставили. И говорим ок. Вот оно вставилось. И в любой сборке должна быть одна деталь, которая является базовой, зафиксированной. Она у нас никуда не девается. И мы говорим... И мы говорим ей фикс. Вот. Теперь эту подставку мы двигать не можем. Зато все остальное очень даже можем. Вот. Значит, мы их сдвинули. И мы увидели, что на самом деле он шею просто поместил их в те места, где они были в исходной модели, никак их друг с другом не связав. Вот. И для того, чтобы их связать, у нас здесь есть целая группа соединений. И мы берем вот это соединение. Вращение. Соединение вращения. Вот. И мы цепляем. Ну, давайте мы прицепим. Как мы его прицепим? Вот это. Мы прицепим вот сюда. Получилось. Чтобы проверить, получилось у нас или нет, давайте попробуем покрутить. Видите, оно крутится. Вот. Достаточно хорошо крутится. Ну, и давайте сделаем еще одно такое же соединение. Здесь я могу вот по этим кромкам делать. Вот так. Принять. Вот. Дальше у меня уже начинает двигаться в другую сторону. Я соединяю вот эту кромку. Ну, вот с этой кромкой. Говорю тоже. Принять. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что получилось. Вот они все дружно двигаются. Что мы делаем дальше? Мы говорим, что вот тут у нас есть такой слайдер made. Это значит, что вот это, вот в этом, может вот таким образом двигаться. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Чух, 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 чух. Вот. На самом деле это не очень правильно было. Надо было вставлять вот сюда. Но для нас, походу, разницы никакой и нет. Мы делаем теперь жесткое соединение. И мы жестко соединяем вот это. Вот с этим. Вот получилось. Ну и нам теперь каким-то образом надо обеспечить, чтобы вот тут, вот, видите, make transparent. Вот. И мы можем уровень... Так, а что у нас, а, подставка. Нам нужно под прозрачным сделать цилиндр. Не понял, как работает. Так. Выбираем цилиндр. Вот так. И говорим make transparent. Я думаю, что это неправильный подход. Тут где-то должно быть... Давайте попробуем вот здесь вот. Вот тут есть этот цилиндр. Ему можно задать appearance. Appearance. Вот тут есть альфа. Вот. И эту альфу можно поменять. Сделав этот цилиндр слегка прозрачным. Вот. Внутри этого цилиндра есть поверхность. Поверхность у нас непрозрачная. Она мешает видеть, что внутри. Вот. Теперь все правильно. Мы возвращаемся в сборку. И видим, что... О, да. Все прозрачное. Обратите внимание еще на то, что не вот тут. Не вот тут. У нас нет нормальных осей. Ну, как бы на экране все работает. Для этого нам оси не нужны. Вот. Но в физическом мире они нам понадобятся. Ну, и как бы вот тут еще есть такая ошибка. Видите? Вот. Что можно сделать? Можно вот это расстояние сделать чуток поменьше. Как я и говорил. Когда мы рисовали два, три, четыре. Когда мы рисовали вот этот скетч. Вот тут вот. Можно поставить. Давайте 90 поставим. Так. И здесь у нас получается... О. Раз. Два. Все работает почти идеально. Вот. А чтобы оно заработало еще идеальнее, давайте его анимируем. Значит, тут где-то у нас должны быть все вот эти вот сцепки валют. Вот. Нас интересует вот это вот соединение. И мы ему говорим animate. Аниме от нуля до трехсот шестидесяти. Ну, пускай сделает 10 оборотов. Затратив на это 3000 шагов. Давайте посмотрим. Ну вот. Штуковина красиво работает. Ну, собственно, вот что нам и требовалось доказать. Благодарю за внимание.